Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хотела бы рассказать немножко предысторию своей болезни. 8 лет назад рак молочной железы был обнаружен у моей мамы. И также 8 лет назад на Каширке в научно-исследовательском институте имени Блохина ей была проведена секторальная операция. Она прошла 4 курса химиотерапии и лучевую терапию. И вот уже прошло 8 лет, моя мама жива-здорова, полноценная, красивая женщина, ведет обычный образ жизни, как все здоровые люди. Когда случилось это с моей мамой, генетики на Каширке предупредили меня, что я в группе риска, так как если у кого-то найден рак молочной железы, желательно обследоваться ближайшим родственникам, потому что в группе риска попадают все по женской линии. Я это делала, я 8 лет обследовалась, я делала раз в 3-4 месяца УЗИ, я проходила все маммографии, но онкология все равно через определенный возраст поразила и меня. В 2013 году у меня тоже нашли рак молочной железы, но я абсолютно не испугалась этого диагноза, потому что, лечив маму, я уже была к этому готова, я поняла, что ничего страшного в том, что происходит, нет, если к этому подходить разумно. Я также обратилась к врачам центра Блохина, но медицина за эти годы очень дала большой скачок, и мне предложили радикальную мастоктомию с одномоментной пластикой. То есть мне сказали, вы не волнуйтесь, вы как пришли женщиной полноценной с двумя молочными железами, вы так же оттуда и выйдете, просто у вас уберут рак. И я пошла на эту операцию, мне ее провели, потом я прошла так же, как все проходят, химиотерапию. То, чего больше всего боятся женщины, потому что очень боятся потерять волосы. Я могу вам сказать, что у меня волосы были всегда вот такой длины, ниже бедер. Я тоже думала, что это шок. Но вот прошло полтора года, у меня уже длинные волосы. Меня пугали, что обязательно женщина поправляется. Да, я прохожу сейчас длительную гормонотерапию, я поправилась на 15 килограмм. Я весила 55, сейчас я вешу на 15 килограмм больше. Но от этого я не чувствую себя неполноценным членом общества, я не чувствую себя нелюбимой женой. Я абсолютно счастлива. Я веду полноценный образ жизни, я занимаюсь спортом, я волонтер, я помогаю людям. Очень многие женщины боятся проходить обследование. Они говорят, ой, сейчас пойдешь, чего-нибудь найдут. Уберите, пожалуйста, это заблуждение из своего сознания. Ходите ко врачам, проверяйтесь. УЗИ сделать может любой человек в любой клинике. Маммографию раз в году, никаких проблем. Сейчас такая аппаратура делают прекрасно. И просто, когда вы поймаете любую болезнь за хвост в начальной стадии, вы же сами знаете, она всегда лечится в разы легче. Поэтому просто проверяйтесь, просто следите за собой. И не бойтесь этого диагноза. Сейчас это уже не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok